ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В каждом городе по одной постройке, поэтому внимательно рассчитывайте, какие постройки на какой день вы будете строить и какие ресурсы для этого нужны, чтобы у вас не накрылась постройка, отстройка вашего города. Вообще принято на первой неделе строить войска, как можно больше юнитов их зданий вы построите, тем больше армии у вас будет к моменту начала второй недели. Вообще принято на первой неделе строить войска, на второй неделе строить гильдию или экономику и дальше уже в принципе просто собирать, чистить карту и так далее. Вот если вы нажмете на это здание, вы здесь увидите зеленым светятся те здания, которые вы уже можете построить, желтым это те, которые полностью построены и там ничего строиться не сможет, а красные это те здания, которые по какой-то причине вы построить не имеете возможности. Ну вот например нажмем на один из красных, вихрь маны, смотрите, на него нужно 1000 золота, 1000 золота у нас есть, но посмотрите в раздел требуется, для него требуется построить гильдию магов первого уровня. Ну а сверху идет описание, что же делает это здание, если вы его построите. Например, если вы хотите попробовать построить драконов как можно скорее, то смотрите, что для него нужно. Построить гильдию магов второго уровня, чердак гарпий, камень глаз, часовня безмолвия, лабиринт и логово мантикоры. Таким образом, смотрите, гильдия первого, потом гильдия второго, чердак, камень, часовня, лабиринт, логово мантикор. На это у вас уйдет 8 дней, то есть на первой неделе вообще никак черных драконов не поставишь. Начнется вторая неделя, первый день второй недели вы построите логово и только потом вы построите ваших драконов. На второй день второй недели. То есть можете забить вообще на отстройку черных драконов, даже красных, и позаботиться о чем-то другом. Ну вот в нашем случае мы можем построить, например, каменных глаз. Также для покупки, смотрите, если вы нажимаете на юнит, вам предлагают купить одного. Здесь вы можете отрегулировать ползунком, сколько именно вы хотите покупать. Слева отображается стоимость одного юнита, сколько за него нужно заплатить. Справа, сколько вы заплатите за всех, которых вы себе тут выбрали, да. Также есть кнопочка максимум купить. Раз и сразу же максимальное количество, если у вас достаточно золота. И вот смотрите, чтобы купить всех, у нас уйдет 700 золота. Нажимаем кнопочку купить. И вот, утраглодитов у нас стало больше. Точно так же на глаз можно нажать и точно так же отрегулировать и купить. Помимо этого есть кнопочка в виде города, вот здесь. Если вы нажмете на нее, то вам предложат купить всех юнитов на все то золото, которое у вас есть. Можно нажать и таким образом не клацать по каждому юниту, как это было раньше. И не выбирать их покупки, а сразу же клацать, сразу же всех купили. И очень сильно упростили себе таким образом жизнь. После проведенной разведки вам надо будет определиться, что же вам нужно, куда ехать, что делать. Ну вот, например, на ближайшие дни нам надо будет с вами строить чердак гарпий. Для этого надо будет 1000 золота. Она у нас уже есть, поэтому на следующий ход мы можем делать все, что захотим. Потом через ход нам надо будет строить часовню. Для этого 5 дерева, которое у нас уже есть. И 10 руды. Нам не хватает единичку руды. То есть за 2 дня нам необходимо найти, ребят, руду. Золото у нас тоже будет. Потом нам надо будет строить лабиринт. Вот тут надо будет нам 3 самоцвета где-то найти и целых 10 руды. В общем, смотрите, за эти 3 дня нам надо будет очень много руды найти. Немножечко самоцветов. И тут, конечно, золото тоже надо будет на самом-то деле прилично. В начале каждый захваченный город приносит вам по 500 золота. Но если вы построите префектуру, вам города будут приносить уже по 1000. В тех городах, где вы эту префектуру построили. Где вы построите муниципалитет, они будут приносить вам по 2000. А где построите капитолий, там по 4000 в день. Капитолий может быть всего лишь один, поэтому построили один капитолий, дальше везде муниципалитеты. И раньше многие так и играли. Сначала строили капитолий, и только потом начинали строить армию. Сейчас, если вы будете где-то играть на турнирах или просто с очень сильными и опытными игроками, игра через капитолий, она не оправдывается и приводит к победе очень и очень редко. Поэтому, если вы все-таки ставите перед собой цель побеждать у ваших соперников, ну, конечно же, надо отказаться от этой тактики. Изредка, может быть, она и будет профитна, это вы будете уже сами анализировать ситуацию и принимать решение. Играть, не играть. Также есть небольшая особенность, что на маленьких картах принято считать. Но тут надо сделать поправку. На маленьких бедных картах более сильными выглядят маги, потому что на маленьких картах быстро происходят встречи, а за счет бедности шаблона плохо отстраиваются города. Получается, мало армий. А когда два героя с малыми армиями встречаются, побеждает обычно тот, у кого больше маны и более сильная армия. А вот на богатых шаблонах и больших шаблонах, там воины выглядят более перспективно, потому что на больших картах выше шанс найти артефакт красный шарик, который запрещает использование магии во время боя, или плащ отречения, который запрещает высокоуровневые заклинания, разрешает только заклинания первого-второго уровня. Маги от этого становятся очень слабыми, и играя за магов, вы очень сильно рискуете. Потому что вся ваша тактика и стратегия может свестись на нет. А воину все равно. Можно будет использовать магию, нельзя будет использовать магию. Для него самое главное, чтобы было много армии. Если у него армии будет много, то все у него хорошо. Будет мало армии, у вас, конечно же, начнутся серьезные проблемы таким образом. Вот эта вот территория, по которой мы бегаем с вами сейчас, она называется Грязь. Это родная территория для некромантов. И нужно иметь в виду, что родная территория для тех юнитов, для которых она родная, во время боя она им дает плюс один скорости. То есть они якобы более быстро чувствуют себя на родных территориях. Что для них большой-большой плюс. Также, кликая правой кнопочке по юнитам, которые стоят на карте, вы будете видеть, от скольки до скольки там в охране стоит этих юнитов, как они называются, ну и в общем-то название. Орда там их, толпа, как здесь и так далее. Группа. И можете примерно рассчитывать свои силы. Первоначально вам рассчитывать свои силы будет сложновато, ребят. Но это придет с опытом. Надо попроводить побольше боев, потренироваться и так далее. Как мы с вами говорили, переигрывать битву можно бесконечно в одиночной игре. Как раз так вы и будете тренироваться. Также советую новичкам, которые начинают играть, перед каждой битвой сохраняться. Потому что есть битвы, которые, ну, просто нереально выиграть в начале игры. И вы, атакуя каких-то юнитов, будете просто нарываться таким образом. И невозможно будет эту битву выиграть. А так у вас будет возможность загрузиться с предыдущего дня. Это делается довольно легко. По вот такой вот кнопочке с компьютером. Здесь вы можете выставить громкость музыки. Громкость эффектов. Выставить качество видео. Скорость прокрутки карты. Можно менять. Скорость врага. Это насколько быстро будут вражеские герои двигаться. Можно вообще выставить, чтобы их даже и не видеть. Чтобы вас это не раздражало. И ваш герой, насколько быстро. Ну, я ставлю быстрее всего, чтобы долго не ждать. Также можно выставить, будет быстрая битва или нет. Но с учетом того, что сейчас она переигрываемая быстрая битва, то почему бы ее и не поставить. Если не надо будет, вы откажетесь. А если вы прям хотите заморачиваться и проводить каждый бой, и при этом не укорачивать время за счет быстрой битвы, убирайте эту галочку. Так вот, если вы нажмете загрузить игру, да, вы выбираете одиночное или многопользовательское. Многопользовательское это если вы с кем-то играли, одиночное если сами. И вот вам предлагаются сохранения, которые вы можете загрузить при желании. Выбираете его, нажимаете загрузить. Ну, это сохранение с паролем получается. Вот, без пароля.